На сегодняшний день к Видновской детской поликлинике прикреплены 43 тысячи детей. 30 тысяч из них проживают в городе Видное. За пять последних лет количество прикрепленных увеличилось почти в два раза. Их обслуживает 14 педиатров, что, конечно же, недостаточно признает руководство ВРКБ. На данный момент в поликлинике открыто шесть вакансий педиатра. Особенно трудно было в период недавнего всплеска простудных заболеваний, но сейчас ситуация улучшилась. У нас сейчас прием составляет от 30 до 45 детей на приеме в день пациентов. Мы принимаем, порог заболеваем, сейчас по сезонному РВИ идет на снижение. Чтобы восстановиться после болезни, многим ребятам назначают сеансы в галокамере в народе, более известной как соляная пещера. Предназначена для бронхиальной астмы, часто болеющих детей, аллергиков. И для сезонной. То есть аденоидиты, танзелиты – это очень хорошая процедура. Чтобы обеспечить доступность врачебных услуг, в поликлинике открылись два кабинета неотложной помощи. И кабинет «Справка в один шаг», куда на прием можно прийти без предварительной записи. Мы организовали с января месяца бригады выездных узких специалистов, детских специалистов, которые выезжают в район, осматривают там детишек, чтобы они сюда не приезжали в детскую поликлинику, чтобы была там доступна помощь в сельских поселениях. Кроме этого, у нас есть еще две бригады, которые будут осуществлять профилактические осмотры несовершеннолетних в садиках и школах. В этом году Видновская детская поликлиника участвует в новом пилотном проекте Министерства здравоохранения Московской области по организации новой модели оказания первичной медпомощи с применением бережливых технологий. В рамках проекта произойдет полный переход на электронные амбулаторные карты. Ведут новую лабораторно-информационную систему, что значительно упростит жизнь как родителям, так и самим медикам. У нас сейчас уже записи осуществляются на лабораторные исследования, но, тем не менее, сохраняются бланки бумажные, которые иногда теряются. Эта проблема есть, то и ищем бланки, то теряются эти анализы. А когда это будет все в электронном виде, у врача сразу на месте, врач будет, любой врач, любой специалист, открывая электронную амбулаторную карту, будет видеть результаты анализов. Также обновится настенная и напольная навигация в поликлинике, появится бесплатный Wi-Fi. Перемаршрутизируем немножко потоки, чтобы не было слияния здоровых детишек и больных детей. Вот немножко будет смена кабинетов, дополнительно, думаем, одет отдельный кабинет иммунопрофилактики для проведения прививок. Все новшества планируется реализовать в детской поликлинике до конца 2020 года. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.